По восточному календарю 2018 год земляной собаки. Люди почувствуют апатию и лень. Склонные к полноте могут начать набирать вес. Это как образ могущественной горы, которую трудно сдвинуть с места. В земле скрыто сокровище. Клад всегда в земле, в горе. В этом году у нас есть возможность заработать хорошие деньги. Чтобы прожить хорошо этот год успешно, нужно быть прагматичным, терпеливым, соблюдать режим труда и отдыха, стремиться к правильному питанию. И очень важно, прежде чем принимать какие-то решения, несколько раз подумать. Вообще девиз года – тише едешь, дальше будешь. Гора – это стабильность и скрытые возможности. Так что новые начинания не обещают благополучного исхода. Помочь может поиск непривычных подходов к решению проблем. Если планируете переезд, тщательно все взвесьте. Денежный цвет 2018 года – это золотой, серебряный, белый. Соответственно, кошелек хорошо иметь такого цвета. Чуть-чуть добавить в новогодний наряд такие цвета. Это даст денежную энергию следующего года. Благоприятным год будет особенно в плане любви. Больше всего это касается тех, кто родился в год лошади. Сектор любви будет в следующем году юг. Поэтому если вы в поисках второй половинки, то хорошо, если у вас на юге будет спальня. То есть на юге чаще находиться нужно, нужно спать там. Но если вы замужем, женаты, можно привлечь измены и не очень хорошие отношения складываются. Можно немножко истощить эту энергию красными цветами. То есть если вы в раке и у вас южная спальня, то нужно добавить чуть-чуть красного, красные подушки, красные шторы, красное покрывало. Пристальное внимание следует уделить здоровью. Тем, у кого есть хронические заболевания, начать профилактику лучше прямо сейчас. Самые уязвимые органы – желчный пузырь, поджелудочная, желудок и печень. Рожденные в годы козы, быка, собаки и драконов в 2018 в зоне риска. Им нельзя ходить в горы и как бы то ни было испытывать организм. Для них это очень опасно. Сложно назвать конкретно тревожные даты, так как с точки зрения нумерологии это определяется индивидуально. Но 22 февраля можно назвать излишне агрессивным днем из-за сочетания четырех двоек. В первом полугодии возникнет ощущение отсутствия результата от всех усилий. Но если вы не бросите дело на полпути, то уже в августе-сентябре начнете пожинать плоды. Июнь у нас шестой по счету месяц. Шестерка дает уверенность в себе, в своих силах, в своих возможностях. Именно июнь станет идеальным месяцем для реализации своих планов. Август – восьмой месяц. И восьмерка, отвечающая за удачу, удваивается. И поэтому он вполне может стать счастливым билетом для тех, кому немножечко не хватает везения. Сентябрь – девятый месяц. Девятка – это то число, которое помогает людям доводить их дела до конца. Вообще именно это время самое денежное в будущем году. Поэтому финансовые проекты, особенно мужчинам, лучше планировать на восьмой и девятый месяцы. Кстати, восьмерка, заключенная в числе 2018, с точки зрения нумерологии – настоящий подарок. Она дает удачу. Главное – будьте внимательны к людям и ситуациям. Число два – это движущая сила. Она отвечает за физическую активность и здоровье человека. Поэтому самое время начать действовать и реализовывать все свои намерения. Недостатка в энергии в этом году быть не должно. Лучше всего направить ее на занятия спортом и рукоделие. Иначе избыток активности, не найдя выход, перейдет в несдержанность и агрессию. Число ноль обозначает обновление. Поэтому не пугайтесь, если в какой-то сфере жизни вы почувствуете, что пришло время начать с чистого листа. Это нормальный цикл жизни, так заложено природой. В целом, грядущий год сульвит генеральную уборку. Этот год у нас пройдет и ближайшие еще два с половиной года под управлением планеты Сатурн. Кто малмальски разбирается в астрологии, это может насторожить. Потому что это планета, которая уже даже астрономически, то, что она зажата льдами, вот эти кольца известные Сатурна, это по сути лед застывший. Поэтому Сатурн отвечает за сжатие, за ограничения. Такой период наступает раз в 30 лет. Надо быть готовым навести порядок в жизни и избавиться от всего лишнего – ненужных людей, отношений, мыслей и занятий. Другие интересные такие точки астрономические, как лунные узлы, они будут стоять полтора года тоже в знаке льва-водолея. То есть это всегда две противоположные точки. Водолей – это вообще тема изменений, какого-то новаторства, открытий, свободы, выбора прежде всего. А лев – это яркие личности, это отдых, это праздники. Для рожденных под этими знаками ближайший год – время проявить творческие порывы и довести до конца незавершенные дела.